Ихтиозавр. Это отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, похожую чем-то с рыбой и дельфином. Фрагменты скелета этой мезозойской рептилии есть и в Казанском университете. Уникальные кадры в нашем следующем сюжете. Мы в Геологическом музее Казанского федерального университета. Прямо сейчас у меня в руках фрагмент нового вида скелета Ихтиозавра, который нашли на границе Ульяновской области и Республики Тарстан. Но и здесь представлены все фрагменты нового вида скелета Ихтиозавра, который русский геолог и палеонтолог Владимир Ефимов передал Казанскому университету. Это результат совместного сотрудничества двух научных учебных учреждений. Западно-Казахстанского университета имени Мохамбета Утимисова и Казанского федерального университета. Сам Владимир Ефимов уже на протяжении 40 лет изучает отложения Среднего Поволжья. Заведующий фондово-монографическим отделом Геологического музея Казанского федерального университета Геннадий Сонин рассказал нам о том, как Ихтиозавры появились в Поволжье. И вот эти самые ящеры, они тут очень сильно расплодились, поскольку залива было много и процессы эволюции шли очень разнообразно. То есть, чем больше самых разных возможностей, разных условий, то возникают различные всякие организмы. Так вот, у нас как раз наша юра Поволжья, она очень знаменита тем, что у нас вот здесь, академик Павлов все это описывал, у нас описано здесь огромное количество всяких эволюций, всех беспозвоночных, и вот развились даже позвоночные, это вот как раз район Ульяновска, район Сызрани, и туда дальше, вплоть до Кавказа. Значит, у нас здесь большое количество этих находок, этих древних ящеров. Геннадий Сонин отметил, что очень сложно извлекать сами находки, тем более целые скелеты. Поэтому ЮНЕСКО выделили деньги, чтобы на месте был организован музей, с которым и сотрудничал российский палеонтолог и геолог Владимир Ефимов. Илья Андреев, Ленар Довлетяров, Универньюз.